Слава нашему Господу! Бог даровал нас такую прекрасную милость и свою благодать еще продлевает. И в это время мы живем с вами под мирным небом и переживаем Божью благодать во всех сферах. И хочется вместе со всеми вами сказать Слава Господу! Наш Бог, добрый Бог, Аллилуйя! Он посылает нам радость, Он посылает нам живую веру, Он посылает нам свое слово, которое ведет нас к совершенству. Мы приехали с Аляски, с города Василы. Мы вас приветствуем, привезли приветствие от нашей церкви «Надежда». Если будете в нашей церкви «Надежда», вы будете тоже наделены особой надеждой. Так что мы вас приглашаем в гости. Брат Леонид уже обещал, я думаю, дождусь. Все. Ангел все записал. Важный такой момент. Вы знаете, мы христиане, мы дети Божьи. Это старт нашей жизни. Когда-то мы покаялись, приняли прощение, стали членами церкви. И вы знаете, многие вот на этом останавливаются. Радуются, поют «Аллилуйя, мы спасены». Но, брат сегодня подчеркнул, есть ожидание. И знаете, что Бог от нас ожидает. Одно то, что мы Его ожидаем, да. Но не забывайте и то, что Бог нечто ожидает от нас. Чтобы мы с вами совершенствовались и шли к Нему. Святой досвящается еще. Праведный дотворит правду еще. Поэтому нам очень важно то, чтобы мы с вами не забыли важную мысль. Это созревание. Когда-то мы были младенцами духовными. Когда Павел любил младенцев, то я что, по-младенчески мыслил, по-младенчески говорил. Но когда стал мужем, то что, оставил младенческое? Уже совсем по-другому думаешь, по-другому мыслишь, все по-другому. Поэтому Бог хочет, чтобы мы с вами, как Павел пишет, оставили в это младенческое и поспешили к совершенству. Я бы хотел зачитать два места Священного Писания. Над ними хочется и порассуждать. Первое, это Иоанна, 15 глава, с первого стиха по 8 включительно. Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую меня ветню, проносящую плода, он отсекает, а всякую проносящую плод очищает, чтобы воля принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветню может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, Христос еще раз повторяет. А вы в ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, а без меня не можете делать ничего. На ты. Кто пребудет во мне, кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, засохнет. Такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. А если пребудете во мне, и слова мои у вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода, и будете моими учениками. Братья и сестры, мы без него, без Бога, ничего не можем. Если мы думаем, что мы что-то можем, мы ошибаемся. Мы должны всегда доверяться Господу, потому что Он в нас производит и хотение, и действие по своему изволению. И то, что мы даже пришли сюда на служение, это Божий промысел. Знаете, одна верующая сестра всегда говорила, если даст Бог, вот если даст Бог, сделаем, если даст Бог, поедем. А муж был неверующий. И знаете, это его иногда так доставало, что она эту фразу повторяла. Вот пришли на поле копать картошку. Говорю, ну сейчас взяли, если даст Бог, выкопаем. А почему, говорит, ты так говоришь? А если дождь пойдет, то же мы не выкопаем. А вот мы просим, Господи, дай, чтобы было солнышко. И уже вечером приходят домой, он говорит, жена, накрывай на стол, будем есть, вечерять. А если даст Бог, то и повечеряем. Он говорит, да что ты, если даст Бог? Что я сейчас, кушать не буду? И знаете, в этот момент, когда он так грозно произнес, стук в двери, заходит полиция, ему руки назад заломали и забрали. И он не успел повечерять. А ночью уже разобрались, а что-то были ложные показания. Он стучится в двери, там, ближе к утру. Жена говорит, кто там? А он говорит, даст Бог, твой муж войдет. Понимаете? Мы должны понять, что если даст Бог, то мы сделаем то, знаете, многие ошибку тут делают, Яков пишет, то или другое, не то и другое. А то или другое. Или вы будете в служении, или вы не будете. Поэтому мы должны понять, что без него Христос говорит, без меня вы не можете делать ничего. Аминь, это Божий закон. Мы должны уразуметь Божью истину. И Христос говорит, что он есть лоза. А мы с вами кто? Веточки на этой лозе. И цель Божия, чтобы эти веточки приносили плоды. И чтобы эти плоды созревали, и их было мало или много? Много плода. И этим прославится Господь. Подобное место это Исаии, 5 глава. где Господь через пророка Исаию говорит, как в рассуждение входит и задает вопрос в этой главе. «Воспою возлюбленную мою песнь возлюбленную моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. И он обнес его оградою, очистил его от камней и насадил в нем отборные лозы и построил башню посреди него, выкопал в нем точило и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И ныне жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим, что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Оказывается, все сделал правильно. Какие могут быть предъявлены претензии к этому виноградарю? Все сделал на высшем уровне и ожидал то, что этот виноград принесет приятные, вкусные, сладкие ягоды. А вдруг оказалось то, что он принесет горькие, дикие ягоды. Ну, как это может быть, братья и сестры? Может ли это вообще быть или нет? Видим то, что так случается. Господь говорит, рассудите меня. Он говорит об народе израильском здесь. А Иисус Христос уже говорит о церкви. О церкви. Христос говорит, что отборные лозы это Он. Это Иисус Христос является отборной лозой. И благодаря, что Он пришел на эту землю, мы сегодня с вами спасены. Слава Ему. Аллилуйя. Уточненная гора. Знаете, мы ехали по Калифорнии и видим, чем славится Калифорния? Виноградниками. Из Сан-Диего мы ехали и поехали не по Фривей, а по винному этому полю, да. И увидели столько прекрасных виноградов. Столько этих плантаций. Да, это хорошо. Знаете, уточненная гора это очень хорошее место. Это почва хорошая прежде всего. Второе. Солнце попадает на этот виноградник со всех сторон он ходит. Потому что если виноградник будет находиться где-то под горою, и эта гора будет создавать тень, будет мало попадать солнечных лучей, и изменяется и вкус винограда, и рост его, и созревание, все приходит в худшее состояние. Но мы видим то, что здесь посадил виноградник на уточненной горе, чтобы этот виноград приносил хорошие вкусные ягоды. Бог сделал все условия для спасения. Слава нашему Богу! Он положил все необходимое для нас. Уточненная гора для христианина, дорогие братья и сестры, это Голгофа. Аллилуйя! Начало жизни христианина берется с уточненной горы, где Сын Божий Иисус Христос пролил святую невинную кровь. Там, где произошло прощение грехов, где Он взял все наши проклятия, болезни на себя, это есть уточненная гора для церкви Господней. Слава вечному Богу! Поэтому, дорогие братья и сестры, скажем Аллилуйя! Хвала Господу за эту уточненную гору, потому что мы с вами прошли через Голгофу. А если прошли через Голгофу, мы прошли через покаяние. Значит, мы стали новыми людьми. Бог говорит, что вы во Христе Иисусе уже новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. И Бог хочет, чтобы у нас было новое мышление, новая жизнь, и чтобы этим прославлялся наш Господь Иисус Христос. Как важно, чтобы на этот виноградник попадало солнце, чтобы в лучах этого солнца приходило к нам благословение. Малахии 4,2 А для вас, благоговеющих пред именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные. Дорогие мои, наше солнце правды это Иисус Христос, слава Ему, Аллилуйя, в Его лучах, в Его благодати все необходимое для нашего духовного роста. И настолько мы находимся под Божьим присутствием, Божией славою, мы ходим во свете лица Его, а это есть Христос. И когда мы ходим с Ним, мы духовно с вами растем. А если мы находимся где-то в тени, если мы находимся где-то под горою, в суете с Христом говорит, смотрите, чтобы сердца ваши не отягчались с чем? Объедением, пьянством и заботами житейскими. Вот это то, что вредит нашему духовному уровню и развитию. Бог хочет, чтобы мы с вами могли в конечном результате принести добрые плоды. Что же Он сделал для своего виноградника? Дорогие мои братья и сестры, Господь сделал все необходимое для нас. Он обнес ограду, построил забор. Знаете, это Божья милость сегодня над нами. Бог нас ограждает. Бог нас милует. Бог говорит Аврааму, Авраам, не бойся, я твой щит. А что такое щит? Щит это то, что стоит между вами и вашим противником. И когда летит вражеская стрела, вместо того, чтобы она попала в вас, в ваше тело, она попадает куда? В щит. И эта стрела, которая должна принести вам боль, рану, страдание, она попадает в щит. Дорогие братья и сестры, имя Господа крепкая башня, убегает в нее праведник, и что? Безопасен. Господь Аврааму говорит, Авраам, не бойся, я твой щит. Сегодня дорогой брат христианин, Иисус Христос является нашим щитом, слава Ему. Когда мы читаем пророка Исаии, он говорит, он взял наши немощи, болезни, проклятия, и что? Телом своим вознес на древо, чтобы ты не болел, чтобы ты не страдал, чтобы ты не мучился. Он взял это все на себя, он твой щит, слава Ему, Аллилуйя. Я думаю, Боже, ты нас так оградил, ты дал нам все необходимое, чтобы мы с вами радовались и проносили Богу добрые плоды. Мы знаем 90-й псалом тоже, живущий под кровью Всевышнего, под тенью Всемогущего находится, говорит Господу, прибежище мое, Бог мой, и что он ограда, слава Господу, что он сегодня ограждает свою церковь, свой народ и являет свою милость и благодать для Божьего народа. Далее мы видим то, что он, написано, очистил его от чего? От камней. Воля Божия есть освящение. Бог хочет, чтобы эти камни не препятствовали нашему духовному росту. Когда вышел сеятель селить, то одно семя, оно упало на каменистую почву. И там мы видим то, что почвы было мало, оно быстро взошло, но увяло. Почему? Не могло развиваться. Камни не дали развитию, и оно увяло. Христос это так аргументирует и говорит, что то семя, которое попало в каменистую почву, что же это значит. Люди с радостью принимают слово, ликуют. Как хорошо быть сгодом. Но когда приходит скорбь или теснота, что делают? Оставляют. Оставляют путь Господень. Много званых, но мало избранных. Как хочется, чтобы мы с вами были и зваными, и избранными. Я верю в то, что все на этом месте это те люди, которых Бог позвал, и они работают над тем, чтобы убрать все камни из своего сердца, чтобы ничто не препятствовало нашему духовному росту. Это камни соблазна, это камни преткновения, это то, что иногда бывает в нашем характере, это то, что пребывает в наших нравах. Бог хочет, чтобы это все было убрано. Он говорит, умертвите земные члены ваши. Идет целый перечень. Блуд, нечистоту, злую похоть. Что мы же должны сделать с этими камнями? Умертвить, убрать, чтобы их не было присутствия в нашей христианской жизни. И тогда мы с мамой сможем принести добрые плоды. Он насадил отборные лозы. Мы видим, что отборные лозы является сам Иисус Христос. Мы читаем. Он дважды повторяет 15 главе Иоанна. Другое, братья и сестры, Писание говорит, братья, посмотрите, кто вы призванные. Немного из вас благородных, разумных, сильных. Посмотрите, кого избрал Господь. ученики Иисуса Христа, они имели общение как-то с фарисеями, которые допрашивали их. Знаете, что они подметили? Что они люди не книжные, но второе, это меня вдохновляет, они были с Иисусом. Аллилуйя! Как это важно! Не то, чтобы знание такое иметь. я бакалав, магистр, доктор богословия, имеющий вид благочестия, силы их отрекшиеся. Эти люди, которые были рыбаки по профессии, но они были с Иисусом, идут в храм для поклонения, для молитвы. Сидит хромой, 40 лет не ходил. И смотрит, говорит, взгляни на нас, серебра и золота не имеем, а что имею, то даю во имя Иисуса Христа из Назарета встань и ходи. И протянул руку, взял его, и этот подскочил хромой, потому что укрепили стопы его, он начал прыгать и скакать. Вот это настоящая харизматия. Это то, когда Бог, являя свою силу и исцеление благодати, человек подскакивает и радуется, что Бог его исцелил. Слава вечному Господу! Поэтому, братья и сестры, как хочется, чтобы Он, который избрал нас, окропил Своей кровью, крестил нас Святым Духом, положил свою печать усыновления, чтобы мы его не подвели, чтобы мы принесли добрые плоды. А плод наш есть святость, а конец жизнь вечная, слава вечному Богу! Бог хочет, чтобы этот плод святости был у нас. Апостол Павел обращается к Галатской церкви и также говорит о плодах Духа. Девять плодов. Любовь, радость, мир, долготерпение, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Оказывается, Бог ожидает от нас не просто покаяния. Бог ожидает то, что мы принесем вот эти плоды, плоды святости, чтобы там была любовь, радость, мир. Вот, что ожидает сегодня Господь от своего народа. А часто мира нет, братья и сестры. Мира нету в семьях, мира нету в церкви. А мы поем псалом, старый псалом, его все знают. Яви ты миру чудо, единство ты создай в твоих дитях повсюду, и мир твой вечный дай. Как важно это чудо оказывается, чтобы мир Божий был среди его народа. Бог этого ожидает и Бог этого ждет. Поэтому да поможет нам Господь, чтобы у нас не было камня преткновения соблазна, чтобы мы, будучи отборными лозами, веточками, которые пребывают на Иисусе Христе, принесли добрые плоды. Не только есть забор, ограждение. Написано то, что Он построил башню. И на этой башне Он поставил особых людей, которые наблюдают. Написано, о, вы, напоминающие Господи, не умолкайте, настой вовремя и не вовремя. Зачем башня? Обидит, враг приближается, звери приходят, чтобы потоптать виноградник. В песне песней описываются виноградники наши в цвете, но приходят кто? Лисы или синята? И портят виноградник, а он в цвету. И если повредить кожу, кору, то он засохнет, это будет вред. Нужно, чтобы эти лисы или синята туда не попадали. Это ложное учение. А сегодня Бог поставил на этой башне служителей, пастырей, чтобы они были бдительны. Для совершения церкви Господней Бог поставил одних апостолами, пророками, евангелистами, пастырями, учителями к совершению святых на дело служения. Поэтому, дорогие братья и сестры, я благодарю Бога, что в свое время были служители, которые учили меня, воспитывали, говорили, они стояли на этой башне и видели. Мы были молодые, ревностные, нас так тянуло на подвиги, бесов изгонять, чудеса творить, все, но они нас где-то сохраняли, предохраняли, тормозили, сдерживали, увещевали нас. И смотришь, мы выросли в здравом учении. Слава Господу! Дальше, вы знаете, последний момент, это то, чтобы виноград становится уже соком или вином. Написано то, что он выкопал в нем точило. Это финальный момент, когда происходит трансформация из одного в другое. И больше никогда уже вино не превратится в виноград. Это то, к чему его предназначение. Братья и сестры, приходит время, когда мы все с вами пройдем точило. Точило, чтобы так более было понятно, у меня есть там на слайде, но я не успел подготовить этот момент. Это как бы в скале высеченная яма. И вот весь урожай сбрасывает грозди винограда туда. И сначала иногда бывали такие моменты, когда рабы просто топчут грозди винограда своими ногами. И происходит отсоединение. Сок поднимается вверх, как жидкость, мякоть, кость, кожа остаются на дне. И собирается уже сок. Наставься, и дальше идет своя процедура. Иногда мы думаем, что мы созидаемся. Мы так уже много знаем, у нас так много опыта. Мы уже очень образованные. Мы так все уже знаем в жизни. Входы, выходы. Мы созреваем. Оно написано многими скорбями. Надлежит нам войти в Царство Божие. И вот то, что мы знаем, наш опыт, то, что мы уже так созрели, Бог начинает нечто делать. Мы начинаем попадать под пресс. И кто-то начинает нас топтать. Вы знаете, как вы думаете, это приятная процедура или нет? Хотим ли мы этого? Не хотим, но мы есть виноград в Божьих глазах. И Бог хочет, чтобы мы стали Его вином, Его соком. Бог нас к этому предназначает. Братья и сестры, Бог нас предназначит для Царствия Небесного. Аллилуйя! И чтобы в небо войти, нужно скорби пройти. И это не избежать. Знаете, иногда на евангелизациях мы проповедовали и заблуждались. Придите к Иисусу Христу, и у вас не будет проблем. Мы правду говорили? Надо было по-другому говорить. Придите к Иисусу Христу, у вас появятся еще сотни проблем. Но в этих проблемах вам будет помогать Бог. Аминь. Много скорбей у праведного, но от всех их избавляет Господь. Слава Ему! Аллилуйя! Давид говорит, прежде страдания моего, что я делал? Заблуждался, а ныне закон твой люблю, храню. О, как это важно! Братья и сестры, нам нужно всем проходить через это горнило, через точило, где мы попадаем под пресс. Начинаются давиться наши амбиции, наше эго, оно топчется. И то, что мы думали, мы такие значимые в обществе, мы такие все-таки совершенные. И знаете, вот это все мое совершенство начинает вылазить. И это Бог допускает. Однажды Бог сказал мне, знай, что все испытания в твоей жизни, это есть механизм моего действия, чтобы конечный результат был в мою пользу. Аллилуйя! Бог допускает все эти испытания, трудности, чтобы нам показать, каковые мы есть на самом деле. Иногда мы имеем очень завышенную самооценку о себе, но Бог допускает эти трудности, испытания в нашу жизнь, чтобы мы увидели, Господи, а во мне еще есть высокомерие, а во мне еще есть гордость, а во мне еще есть раздражение, а еще и смотришь слова какие-то выходят из меня. А вот этот Божий пресс, он нечто делает, он показывает нам то, что мы от чего-то должны отсоединиться, мы что-то должны оставить, иначе ты в Царство Божье не войдешь, ты должен оставить свое и принять, апостол говорит, не та праведность, которая от закона, а та праведность, которая через веру в Иисуса Христа, Аллилуйя. Дорогие мои, мы часто упываем на себя, я так слышу свидетельств, я уже верующий четвертом поколении, но когда с ним побеседуешь, Господи Боже, спаси и сохрани, иногда бывают такие моменты, что люди хвалятся, и смотришь, это так похоже на ту молитву фарисея, который говорит, я десятину даю, я пущуся два раза в неделю, я такой хороший, а смотришь, те люди, которые пришли из этого мира, они бьют себя в груди, говорят, Господи, мы не можем поднять голову, прости нас грешных, и Христос сказал, что эти блудники, воры, прелюбодеи, вперед вас пойдут куда? Царство Божие, иногда наша самоправедность, она нам соборы ставит, братья и сестры, мы ничем не лучше тех, которые пришли с этого мира, аминь, как хочется, чтобы мы понимали, что за всех нас уплачена одна и та же самая цена, у Бога любимчиков нету, Бог за всех отдал своего Сына Иисуса Христа, и была пролита драгоценная кровь Иисуса Христа, слава Ему, аллилуйя! Когда он делал брачный пир, и видим то, что давались брачные одежды, и зашел один человек вне брачной одежде, и когда он его увидел, он говорит, друг, а как ты сюда попал? Как ты сюда попал вне брачной одежде? Братья и сестры, это о чем говорит? Этот человек вошел в своей наша праведность, она как? Запачканная одежда! И этот человек со своей праведностью хочет попасть на брачный пир. Возможно ли это или нет? Это нет. Мы должны получить и взять праведность от Иисуса Христа. И когда мы ее принимаем теперь, следующее, мы должны сохранить. Потому что в небо не войдет ничто преданное мерзости и лжи. Не должно быть пятна и порока на той праведности, которую мы уже получили от Христа. Поэтому наша задача сегодня с вами получивший праведность от Него сохранить ее. Помоги нам в этом Господь. Поэтому дорогие братья и сестры эти 6 моментов это уточненная гора, это Голгофа, где мы с вами получили спасение, прощение грехов, слава нашему Господу. Он нас обнес оградою и доселе мы храним и Господом слава Ему. Он нас очистил от камней и дальше работает над нами, над нашими характерами. Слава вечному Господу. Мы являемся отборными лозами. Это милость Божия, а не наши заслуги. Он построил башню и там стоят особые люди, Божьи служителя, которые работают над Его виноградником. И мы все с вами пройдем точило. Христос прошел точило. Написано, он в одни плоти своей с великим воплем и со снезами принес молитвы и моления и был услышан за свое благоговение. Брат, ты что так громко молишься? Я еще не научился молиться так, как молился мой Иисус Христос. Он молился с великим воплем и со слезами и был услышан. Он знал на что Он идет. Он знал что Ему предстоит. Братья и сестры, если бы мы с вами знали, что нам еще предстоит пройти, мы бы особо молились, так или нет? Я не знаю, кому что еще придется пережить, но я знаю, что наша сила в Боге нашем. Аминь. И мы не сможем ничего сами сделать, но я знаю, что с Его силою мы пройдем. С силою возлюбившего нас и торжествуем победу во Христе Иисусе. Поэтому склоним свои колени и воздадим Ему славу. Аминь. Аллилуйя. Эрмэнэ штаузен цурбэдэ фрэбэдэ кламэна чэбэдэ рэбэдэ фрэйдэ гламэнэ фрэмэнэ гламэнэ рэмэнэ рэмэнэ штаузен цурбэдэ фрэйзэн кэрмэнэ харэргэдэ фрэйдэ ламэ мээнэ крэмэнэ элдэ фрэйзэн рэмэнэ фрэйдэ кэр! Аллилуйя! Балай тебе и поклонение тебе Богу нашему, Господь, мы благодарим Тебя и славим, что Ты избрал нас во Христе Иисусе. Мы есть отборные лозы, мы находимся в Твоем винограднике, мы находимся в церкви Твоей возлюбленной. Господь, благодарим, что Ты работаешь над нами. Мы очищены через Слово Твое, которое слышим с этого места, и Ты сегодня работаешь над каждым из нас. Господи, прости нас, где мы были неправы и не таковы. Господи, освяти меня, мою семью, моих братьев и сестер, чтобы не было никаких камней преткновения и соблазна, чтобы мы были светом этому миру. Господь, помоги! Господи, я знаю, что каждому из нас придется пройти через это точило. Всем нам придется пройти через этот пресс. Господи, и Ты будешь отделять все то, что не угодно, через скорби, страдания, трудности. Боже, помоги нам, чтобы все мирское, оно отлепилось от нас во имя Иисуса Христа. Чтобы, Господь, мы принесли добрые плоды, чтобы на подвиг души своей Ты смотрел с довольствием и радовался, смотря на эту землю, на это служение. Аллилуйя Тебе! Романе Элде Фройде, Ремире Гламена! Чили Монарьезо Фройде, Ремире Гламена! О, Дух Святой, созидай церковь Твою на этой земле! А Тебе, Богу нашему, да будет вечная слава в небо! Отец, Сын и Дух Святой! Аминь!